Придите в полицию, и говорим в Христово Цареве нашему Богу. Церковная служба для жителей поселка Пугачевский и окрестных деревень сегодня проходит в здании администрации. И так уже долгое время. Местный храм более полувека находится в запустении. За это время он заметно обвершал. А судя по экспертизе, которая была проведена еще в 2012 году, находится в аварийном состоянии. То, что смогло уцелеть за долгие годы, серьезно повреждено. Старинный храм необходимо спасать, считают оренбуржцы. Это уже такой, скажем так, намоленный храм. Ему уже достаточно много лет. То есть это даже не с прошлого, а с позапрошлого столетия строение стоит. Но это все равно святыня. Святыня, то есть это наследие наших предков. И это, конечно, было бы правильнее восстановить именно тот храм, который есть. Храм преподобного Алексия в поселке Пугачевский был построен в 1861 году. В советские годы здесь располагался сельский клуб, а позже – зернохранилище. В 80-х оно стало никому не нужным. 30 лет назад его признали объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас храм находится в федеральной собственности. Лучше всего сохранились кирпичная кладка и декоративные элементы на фасаде. А вот купол нуждается в ремонте. Вызывает опасения и фундамент. В принципе, оно достаточно прочное. Но посмотрите, купол деревянный. Посмотрите, есть выволок кирпича и уже фундамент находится в таком состоянии, что чувствуется небольшой наклон здания. В местной администрации говорят, если храм получится восстановить, сюда, как и в давние времена, будут приезжать люди из окрестных сел. И даже из близлежащих районов. В муниципальном образовании Пугачево-Сельсовет граничит с Лецким районом. Здесь соседних сел тоже желают, чтобы восстановилась церковь у нас. В близлежащих селах нет церквей. Но чтобы восстановить храм, нужно проделать огромную работу. Первым делом составить проектную документацию и провести экспертизу. Пока единственное, чего смогли добиться активисты – заколотить двери и заклеить окна пыль и этиленом. На все остальное нужны средства. На данный момент порядка двух миллионов рублей. Маляка Джумалеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова